Кабельных линий, которые питает трансформатор и турбинный цех ТЭЦ-1. В результате были остановлены работы котлов. Сейчас два котла и два турбина работают, поддерживают циркуляцию во всех наших трассах. Трассы мы оставили на циркуляции. Температурный режим, конечно, снизился, потому что снижение температуры наружного воздуха идет. И не идет подпитка горячим водоснабжением. Давление подняли до рабочего. И сейчас мы можем констатировать, после принятия мер по тушению пожара, непосредственно два участка у нас сгорело, было задамление. Сейчас проводятся профилактические работы, определяется масштаб повреждения, определяется порядок подключения этих котлов к энергоносителю. Задронуло в основном, это, конечно, железнодорожный район, кроме района стеклозавода и Загорска, там свои котельные работают, и центральная часть советского района. Под отключение у нас попадает 19 детских садиков, поэтому мы прием детей в эти детские садики сейчас не осуществляем. Просим родителей оставаться дома и обращаемся к работодателям, дать возможность родителям остаться дома с детьми, потому что детей никому не оставишь. Определяем масштабы, определяем наличие ресурсов, определяем технологические цепочки подключения. Сейчас пока картина ясна, понятно, топливо на станции есть, организовываем, запуск котлов заново в работу. Есть ли пострадавшие в результате этого года? Нет, у нас пожар был на порядка 60 квадратных метров, два очага горело, задымление было чуть больше, 100 квадратных метров. Пострадавших нету, слава богу, но пострадавшие мы все гордые жители, которые перестают получать тепло. Сколько времени на устранение? Сейчас определяется, еще раз говорю, масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение 6-7 часов. Я поняла, что больше 5 часов есть? Нет, мы теплотрассы с циркуляции не снимали, у нас циркуляция идет, но ограничиваем подачу горячего водоснабжения, для того, чтобы как можно больше этот период времени протянуть. А если не куда-то 6 часов не будет, то что? Будем принимать уже некоторые другие моменты. Мы сегодня определяем пункты временного размещения. У нас под отключение в данном случае попадет порядка тысячи домов. Каждый дом мы определяем. У нас октябрьский он полностью стоит под отоплением. Продолжение следует...